Прежде чем начать обсуждать вот то, что считается важным подавляющим большинством медиаресурсов России, что меня, честно говоря, несказанно удивляет, вот такое ощущение, что в субботу все, мы победили, российский флаг развивается над зданием Верховного Совета УССР, памятник незалежности Украины уже взорвали, и там уже идут работы по установке нового памятника. Вот у меня такое ощущение с субботы. Все. Мы теперь вот поглощены событиями на Ближнем Востоке. Как будто у каждого там сват, брат, теща или я не знаю, кто еще. Ну что не так, на самом деле. Важнейшие события произошли несколько севернее. Украинская армия за прошедшие сутки, извините за такую рутину, выпустила по Белгородской области, российской Белгородской области, 65 снарядов. Такой дежурный ежедневный обстрел. А также область атаковали более 20 беспилотников. Тоже рутинная оплата на одну из самых благополучных, одну из самых богатых российских областей. Я постоянно это повторяю и буду повторять. Об этом нужно помнить. У всего есть цена. Вот цена того, что война не закончилась за три дня и даже за три месяца, вот эти ежедневные обстрелы Белгородской области, да, это та цена, которую мы платим. Армия воюет. Хорошо воюет. И эту сволочь, которая засела в Авдеевке, заравняют примерно так же, я надеюсь, что заравняют их примерно так же, трехтонными бомбами, как Израиль сейчас равняет газу. У них там свои враги, у них враги Хамас. А у нас враги, такие же, как Хамас для Израиля, это солдаты ВСУ, или точнее любой человек, у которого есть желто-синий шеврон. Это наш собственный Хамас. Вот и вся логика. Но то, что обстрелы Белгорода превратились в рутину, которая никому не интересна, это категорически неправильно, это не должно становиться рутиной. Все же заняты тем, что выясняют, что происходит на Ближнем Востоке, что происходит в Палестине. Это все интересно, конечно. Но еще интереснее четкое понимание того, что там, в Израиле, в Палестине, Палестина – это местность, я не государство сейчас имею в виду, которого не существует, там решается между евреями и арабами на самом деле аграрный вопрос, кто кого закопает. Примерно пять тысяч лет поколениями разные народы решают только аграрный вопрос, кто кого закопает. То, что происходит у нас с государством под названием Украина, примерно то же самое. либо мы закопаем это государство, либо те силы, которые Украину создали, выпистывали, вырастили, попытаются закопать нас. Ну, собственно, они этого не скрывают. Вот что как бы хорошо, то, что правильно. Это мы все, в общем, стесняемся, полтора года не можем сформулировать, что же мы на самом деле хотим, а они говорят прямо. прямо. Продолжение следует... Продолжение следует...